Победу Господи, Победу Господи, Победу Господи! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первая книга Библии, Батире, 1 глава, 11 стих. И сказал Бог, да произрастит земля зерень, траву сеющая семя, дерево плодовитое. Переносящая породы своего плод, которым семя его на земле. И стало так. Никто не опровергает это. Но и до конца не исследовали. Какое чудо, что мы видим, что вокруг все зелено. Мы довыхиваем кислород, а его вырабатывает каждый листик. И вот осенью, когда смотришь, как начинает желтеть, горит седина, как у человека. Семя, возьми. Никакого там нет вкуса. Посадил рядом арбуз, дыня, лук. Все разное. Увезли в другое место, на юг. Эти же самые семена, земля другая, одинаковый вкус. Почему? Мы сегодня посмотрим во Святой Библии, что говорится об этом. А для чего? Для того, чтобы мы увидели, что все криком кричит слава сотворившему. Слава предвозвестившего его пришествие. Что означает это дерево, под которое даже растет у нас? Я сколько раз разговаривал с местными жителями, взрослые ребята. Ну вот стоит береза. А на что она годна? Из семи моментов, когда можно что-то сделать, он знает только два. А здесь и живет. Березовка. Ну и велик наломать в ванне. А здесь ведь столько заложено всего. Что нам говорит Святое Писание? Что это чудо Господь совершил в самом начале творения. А люди не знали этого. Они сажали. Все вырастало. И вдруг Господь, самое известное, говорит в притче. Вышел сеять и сеять. И рисует, что лукошка у него с пшеницей там всем. И он разбрасывает. Но семя подвергается уничтожению. Иное упало при дороге. А то сейчас он едет. Особая техника. Оно в землю само зарывает. И ничего нету больше. Она вырастет. А здесь нет. Налетели птицы, поклевали. А когда начинаешь считать толкование, не птицы, демоны. Нечистая сила. Вот говорит Слово Божие, оно не вмещается. А почему? О чем-то или думают, или недоволен, или отрицательное отношение к говорящему. Ян Златоус за 2000 лет самый плодовитый проповедник. И однако ему сплошь и рядом делали упреки. И упреки настолько были сильные, что он лишился жизни. Он не проповедник совсем, говорили. Он только ругается и ругается. И когда не придешь, он даже не видит, кто перед ним стоит. На чужой отзарится. То есть я на 12 томов его насчитывал и знаю, какими упреками его налет. И не перестану, так и буду говорить, пока вы не перестанете угнетать народ Божий. Речь касалась богатых. 9.3 Бытие. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все. Зелень травная. Вот когда штурмует город какой-то, деревья уничтожаются. Но сделана ссылка. Если дерево приносит плод, ну не наши плоды, там другие. С махма, там яблоко поминаются. То эти деревни не трожься, они не виноваты. Вам самим это сгодится. Вот думаешь, ну насколько все было премудро. Вот бог посылает большую болезнь из Экии. Настолько он верен был богу. И вдруг пророк приходит и говорит, ну ты помолись, Исаия. Я бог слышит. Я помолился уже. И что, умрешь? И что, он отвернулся к стенке и заплакал. И говорит, господи, вспомни, что я делал. Как я старался для народа все сделать. Он еще не вышел со двора. Господь говорит, Исаия, остановись. Тут приговор отменяется. Но возьми смокву, как пласт. И он же ему на раму еще 15 лет дал. Примените каждый к себе. Сколько раз мы болели. Внезапные какие-то повреждения. Где-то порезал что-то. А зараза, если попала туда, нагноение, ты можешь лишиться того, где был этот порез. И Библия неоднократно останавливается на этом. А где лекарства? Химии-то не было. Вот сегодня сделали операцию. Рак желудка. Рак кишечника. Почти неисцельная. И вот мы знаем людей таких, которые очень хорошие. Я спрашиваю, что вам нужно? А что у вас есть? Я говорю, называй, какие растения. Он целый ряд выстроил. Удивительное дело. Я знал, даже простое пижма везде была. Поехали нынче искать, а ему как раз нужно нету нигде. Ну уж лучше нашей матушки. Никто не знает аграрные вопросы. И технику, и институту не запрещаем. А я знаю, где колено, а ему нужна. Пришли, все, и сказали, даже листика одного нету. Это что такое? Я не знаю пока что, но я-то дал знать, что мы достанем. К нам приезжают люди. Да далеко, но они там, где можно отправят. Ничего не получилось. Другие, которые менее значимы. Черные были и полынь-то полынь, но это черная, у нас нет ее. Я говорю к тому, что все положил Бог в пищу человеку. Да бывает ядовито. Сейчас посмотрим. Василий Великий говорит, мы же не белины объедем, чтобы белину есть. Такой интересный перепад какой. Ты же смотри, что-то перед тобой есть. Итак, Слово Божие говорит нам следующее. Притча Соломона, 24 глава, с 30 по 34 стих. Как определить человека? Даже сегодня можно определить, кто он такой. А почему? По этой зелени. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скадаумного. И вот все это заросло термом. Поверхность его покрылась крапивой, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремнешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооружен. Согласны, наверное? Нам батюшка неоднократно не делает замещание. Там делать все так. Смотри, как заросло. Да, заросло, не хватило сил, где-то не успели. Но главное то, что и крапива, я обратить внимание, я хочу на крапиву. А это целебное растение. Не только для того, чтобы человека приучить к послушанию, но к тому, чтобы взять из нее, что она несет в себе, называется двудомная. Однажды еще посетил Господь, и специалисты подсказали. И какой? С одуванчиком. Там забрал еще ревень, и вдруг узнали, что это как раз во вред не надо. Видите как? Люди знания свои применяют, и которые знают смысл в этих травах, они очень ценятся. Так и называются травники. Если Господь благословит, то на днях мы думали, кое-куда проехать здесь, люди ищут. Это простой корень солодки, во многих местах он отсутствует, а у нас он есть. Его в Китае больше двух тысяч лет употребляют, применяя, примешивая к любому лекарству. Я попутно хочу сказать. Вот если мы такой скрытый талант имеем, под землей, как не каждый видит, то в любом случае ты можешь человеку помочь. Вот сколько за эти дни подходило людей у меня и начинает говорить. Какие-то неполадки, или в семье, или в чем. Тайна скрытая. А лекарство есть где? Вот оно где. Но это надо открыть. И Господь каждого призывает. Исследуйте Писание. «Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют о мне». Мы называем Господу. Простираем к Нему руки. «Господи, поспеши на помощь. Никакие лекарства, никакая химия не помогает. Что делать? Положись на Господа». Лекарства иногда бывают настолько горькие, что человек лучше говорит, болеть будет. А оно ощущает желудок. Управляет тебе, говорит, дума куда надо. Иное упало при дороге, а иное в тернии. Это все остальное, что мы полим. И что интересно, его никто не садит, все время выходит. Только пропололи. Неделя не прошла, опять, глядим, все затянуло. Откуда, почему? Это грех. Вот сколько нужно научить ребенка нравственности? Он маленький, но уже все на своем стоит. Я сегодня в окно посмотрел, и отец говорит, и нет никаких, упал на землю сразу. То есть это повторяется неоднократно, и не один говорит. Я говорю, ты же упадешь. Он говорит, нет, я упаду. Только проговорили, с печки упал тут же. Вот тернем заросло. И очень многое дети берут от нашего поведения, взаимоотношения. Вот эта зелень, сейчас, в настоящий момент, это ты какой-то солдат, зеленый еще. Да применяем-то имена-то какие? Зеленый, то есть еще не состоявшийся настоящий воин. И голос твой не имеет той силы. А если это осознаешь, вот у нас, ну можем сказать, еще пока без потерь. Были взятые из семей люди, дорогие наши братья, мы их поминаем в молитвах, и отправили на фронт фактически. Да ладно, еще успели, кто успеть, подать раньше на альтернативной основе, и все. Другие спрашивают, я не пойду, что будет? Два года пока. Два года тюрьмы или лагеря. А потом? Потом тебя никто не... Да, может, там возьмут? Нет, не возьмут. Я сидел с такими. Так называемые свидетели Иеговы. Они не берут. А то у меня дед сидел, отец, я рос, я знал, что меня посадят. Ну, тогда давали три года. Так три года все остались живые. А которые послушали, ну, Родина призывает. Куда? В Афганистан. Да там же не Родина. Там даже царских войск не было. И что? 14 600 трупов. И каждый оплакиваем кем-то. Около 70 тысяч коллег. И что получили? Ничего нигде нету. Какой-то маразм правитель это придумал, наводить там свой порядок. Мы должны знать, сфера нашего влияния очень широка для тела, для души. И рассуждения точно по слову Божию, и притом в толковании святых отцов. Исайя 34.13 «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Это говорится о стране. И это очень похоже на сегодняшнее состояние во многих государствах. Если Господь позволит, помолитесь, чтобы завтра Господь позволил нам рассказать о нашем языке. Какие мы счастливые, что у нас русский язык. Потому что люди, которые знают несколько языков, считают Библию самое высшее наслаждение, чтение Библии, синодальный перевод. Могу это доказать в течение пяти минут. Далее. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господу знамение вечное, несокрушимое. Когда мы следуем путем Господним, исполняем его западе, а мы православные, это касается и постов, и соблюдения праздников, и почтения священства, и причастия, все там кипарис. Это особое дерево. Я в Америке был когда, и там специально на большом грузовике возят отрезанный пень. Ну пень, это не наш пень, может быть метра 3-4. И по толщине он, чуть повыше, чем моя рука, дерево такое, апкалипт, какие есть. Вот в таких дуплах, которые были, даже святые спасались от такое большое пространство, когда там каким-то образом природа или что-то сделала. Итак, мы окружены зеленью. Как мы к ней относимся? Раславляем ли Бога за это великое чудо? А дерево где везде? Младенец родился, положили в ясли, не железное ясли, ясное дело. Далее плывут ученики, лодки. Из чего? Из дерева. Зеленое дерево росло, взяли, загнули. Ездят на чем? Что было у них? И по порядку, когда посмотрим, их крест какой, деревянный. А из чего он есть? Ну, находят там из кипариса, перекладины из разных пород дерева. Ну, может быть и так, а может нет. Но дело в том, что дерево. И это дерево, если бы оно могло думать, да это составили даже такие рассказы, что они думали прославиться. А вдруг ясли, да какое прославление? А в том-то и дело, что в ясли будет сам, сотворивший этот мир, Господь и Бог наш, Который принял лик человека, образ и истинное тело человеческое. Итак, 4 царство, 4 глава, с 39 по 44 стих. И вышел один из них в поле собирать овощи. И нашел дикое вьющееся растение. И набрал с него диких плодов, полную одежду свою. И пришел и накрошил их в котел с похлебкой, так как они не знали их. И налили им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крики, говорили. Смерть в котле! Человек Божий! Речь идет о Елисея, близком друге пророка Ильи, ученики. Долго были, он говорит, ну пойдите каких-то плодов насобирайте. Прекрасные плоды набрали, покрошили. И когда проглотили, и поняли смерть. Я недавно считал такое, собралась небольшая компания, человек 17. Мужчины, женщины. Ну и им продали. Продали то, что не принимается. Она вернулась, а все давно умертые лежат. Поэтому надо знать. Это выпивали где. Надо знать. Они бросили, все почувствовали, видимо, боли схватили. Что нужно делать? Далее. И не могли есть. И сказал им, подайте муки. И всыпал ее в котел, и сказал ей, езь. Наливай людям, пусть сидят. И не стало ничего вредного в котле. Интересно, лекарство какое. Обыкновенная мука. Если сегодня коснулось, это промывка желудка. Тут что бы ни было. Однако вот так. А что означает мука? Теперь мы переводим на духовное рассмотрение. У нас бывает иногда. Какой-то просчитал где-то. Я знаю таких людей, которые обратились, были, причащались. И ушли. И ушли, без следа исчезли. Другие иногда еще выходят, чтобы какой-то упрек кинуть. Это отрава, которую они выпили. Потому что всякая ересь, которая не согласуется со Словом Божиим, она смертельно опасна. А как их спасти? Мука. Мука это хлеб. То есть истинную духовную пищу нужно им дать. Другого ничего никак. Проходит короткое время. Совсем короткое. Две встречи было. Человек вернулся с таким раскаянием, с такими слезами. О каких я и себя не помню даже. Почему? От смерти спасен. Ни один еретик царство Божие не наследует. А в этом говорит нам Библия. 1 Коринфян 5 глава. Это самый большой грех. Двойной грех. Это отлучение и от церкви, и снимается сан. Потому что ересь все это высекает. Поэтому держись за то, что нам дал Господь. Святая Православная Церковь. Батюшка поехал на вторник вернется. И вы собрались, ждете его, чтобы получить святое истинное крещение. Молитесь, чтобы он вернулся благополучию. Поехал в хорошее место, где знакомые есть. Там архиерейское служение. Ну, зря он не поехал бы. А если дальше говорить, уже теперь не секрет. То мы думаем, пока архиерей дал согласие, лишь бы никуда не осозвали. То у нас сместилось на один день. В пятницу у нас будет здесь экзаминация. Кого допускать за крещение нет. Носит рекомендательный характер. Батюшка сам решает. Ну, мы тут члены Барнаульской общины Христово-Звиженской, Святой Анфима Некомедийского. Еще приедут люди. И голосованием говорим. А принятие столько-то, а против столько-то. А батюшка исповедует отдельно. И он принимает решение, имея наши данные. Вот об этом тоже надо усилить молитву. Чтобы ничто худое не вошло в нас. Только человека не допустили. Первые христиане от трех до пяти лет готовились. Я вот в университетах вел занятия. У нас это нормально было. От трех до пяти лет. А сегодня такая обстановка, когда еще молодые ребята, их могут забрать и прочее. Строгости такой нет. Но все равно настаиваем. Смотрите, даже простое. Священник, когда идет, ходит, начинает все крутиться за ним. У нас этого нет. Самый стол, как стоял, если он ходит на изображение. А то стену. Не стены, на изображение я. А ты стоим, молись. Подходим ко кресту. Два поклона. Приложился к иконам. К Евангелию. Вместе отходят. Еще один поклон. У нас нет торговли. Никакой. Не было ни одного дня. Ни разу. Нигде. Никто не заикнулся, почему у нас нет никакой продажи. С тарелкой не ходят. А почему? Десятина все покрывает. А где еще такое есть? Пока не знаю. Но уже есть такое, что торговые точки вынесли в отбор и сожгли. И священник такое сказал проповедь. Я даже удивился. Это не просто, говорит, так. Это и назвал, кто больше всего любит деньги, он, говорит, захватил наши сердца, и мы этим занимались. Поэтому разбили в дребезги и сожгли. А так свечи, чистый воск. Свои есть люди, которые могут вылить свечи. Горит она до конца. Ни одного огарка нету за 30 лет. Почему? Все сожжения. Простенькие. А сегодня какие есть? Глаза катаракта и все там. И церазин, и парафин. Продают свечи разных цветов. Цвет один желтый. Цвет войск. Воска. Батюшка огромные круги покупает, и потом выливают из них. Я попутно говорю здесь. Чтобы не были отравлены. Не надо то другое. У святых всегда так были. Светильники. Да, мы сегодня не нуждаемся так, как тогда они в темноте были. Но, однако, это как бы жертва, не жертва. Как бы мое расположение. Псалом 143, 12. Добуют сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. Дочери наши, как искусные изваянные столпы в чертогах. Видите сравнение с чем? Надо научиться видеть в этом что-то. Человек, который просто живет, и все. Я говорю, тебе как кажется, вот отдельно там 15 березок у нас на поле стоят, такие красивые. А что там? Дрова. Ну а кроме дров-то, что еще? Пайт, что тут найдет? Кто-то там хоровод водит. Ну тебе не надо это выдумать-то. Ну по смыслу-то, то, что у тебя растет-то, ты можешь встать на колени. А не так, что один раз в неделю вырвался отсюда, да еще в баню сходил, да еще что-то выпил, и к утру сердца остановилось. А ты все время смотри и делай это. Я не могу. Я скажу, что у нас люди, которые не могут, да на боку, но все равно они все делают. У нас бабушке было 86 лет. Кое-как на улицу. И она на боку все это полит и делает. Это другой народ был, чем сегодня. А сегодня тронь только, не те звуки пошли. Итак, Иона. Четвертая глава. С седьмого по девятый стих. И выстроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог Ион, неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Представьте, ну считается растение тыхво. Может не тыхво, но перевод такой дается. Покрыл Господь его. Жары-то и нету. И вдруг какой-то червяк. А дальше Господь говорит, да не в тыкве дело. Ты сказал, сорок дней и неделю исчезнет. Там в этом городе-столице безобразие творятся. Ну как не пощадить их? Господь говорит, они лево от права не отделяют. Да сто двадцать тысяч человек там. А ты какую-то тыху тут плачешь. Или что там есть? Мы должны отсюда взять самый маленький пример. Погибло. Почему? Мы говорим, да вот колорадский жук, ну и другие бывают тут насекомые. А Библия говорит, Господь сказал, мое воинство, жуки, и перечисляет против нас. Чтобы нас вразуметь и припасть к Господу. Господи, да что ж такое-то? Никогда так не было. Одни бодринки только остаются. И собирали, уже вроде и опрыскивали. А сколько за это заложено? Не знайте с ересью. Со всякой мерзостью, которую завистники говорят, ты свое дело знай. Подскажи. Вот мы сегодня, если Господь благословит, думаем, костер разжечь. Наши посланники пройдут по деревьям, всех до одного года приглашать, кто желает, попеть, поблагодарить, что-то ищет, печется. Мы живем в природе. И все эти годы у нас так и было. В субботу. В следующую субботу, если погода позволит, точно так же будет. Прославление Бога. Начинаем молитвы и заканчиваем молитвой. Дальше. Матфея 15.13. Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Неужели Господь об этом говорит о растениях? Там написано, не заграждаешь та у вала молотящего. На валах молотили, не было этих молотилок. Ему мешок на голову вешали, чтобы он не брал пшеницу. А Писание говорит, а Павел говорит, а в валах опечется Господь. Проповедующий души приводит, вы обязаны накормить, напоить-то мы и прочее. Ну и были такие, которые приходили и задерживались больше трех дней. Два дня, говорит, это настоящий пророк. А если трения, гоните его. Это обманщик пришел. Дедаха говорит, простое определение. Если просит хлеба, дайте, просит денег, прогоните его. Ну а как больше узнать-то? И вот здесь мы считаем. Так. Второзаконие 32.2. Еще посмотрим. Второзаконие, первый закон потеряли, Бог повторил за это. У Бога и все не как у нас. Вот сказали, стоят на месте, вот это дальше страна, вся покрытая зеленью. И какая кисть? Ну, большая кисть сегодня, если принеси там, ведро оси, да не будет еще. А они на шесте несли эту кисть одну. Это выобразить даже нельзя, какая была земля. И когда вернулись, они забыли про это все. От каждого колена, 12 было разведчиков, двое только говорили правильно. Остальные говорили, но люди там, как деревья высокие, а стены там до неба. Нам не взять их. И люди засмущались. И в самом деле, а зачем мы будем брать, когда не наша земля? Только двое сказали, Бог с нами, мы все эти трудности превозможим. И Господь говорит, сколько дней они были? 40 дней разведка шла. На 40 лет в пустыню. И умерли все, которые старше 20 лет. Все, только два человека, которые правду говорили, они остались живы. Иисус Новин и Халев. Все. А остальные умерли, новое поколение, и новому поколению Бог дает закон. Это называется Второе законие. 32.2. Прольется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Ну, кто сегодня скажет такое? Я говорю, это как дождь, моросящий на зелень. Вот эти сравнения, которые Библия сохранила для нас, они все время заставляют задуматься о вечности. Речь. Какая речь? О Боге, о вечности, о Христе, о Его жертве, что Он умер за нас. Вот этого люди совсем не знают. Мне приходилось быть в таких стесненных обстоятельствах. Там люди, вообще из них, не могут еще выжить. Я разговариваю с одним, он следователь КГБ, я обратился и стал священником. И он стал припоминать, и говорит, у меня был такой, он сказал, ты слышал мои слова? Все, больше ни одного слова не услышишь. Я говорю, ничего не могу даже сделать. Я говорю, а вы как считаете? Он мне заговорил. Ты вообрази как? А о Боге речь зашла. Он говорит, мне нельзя говорить, настолько на мне навешано всего. Я говорю, а Бог не слышит, если ты не откроешь. А что делать? Прокурору, по надзору? Да если я все открою, мне никогда не выйти отсюда. Ну, как Богу угодно. И получилось, что настоящего срока даже и не дали, условно. Люди настолько удивлены, а как так? Бог встал. Встал, и они не могут дальше перейти. Когда мы на Бога надеемся, вот вы тоже какие трудности преодолели, которые собирались, приезжали, да еще не все, все, и каждый день встречаем, еще будут у нас приезжать люди, чтобы увидеть истину, не затемненную ничем. Вот такое крещение, что священник ходит в воду, подготовка какая идет у нас, тут идут занятия. Это не на каждом шагу. Вот эта зелень, эта влага духовная, она смягчает все. И люди начинают готовиться, задумываются, иной даже приехавшие, и говорят, если так, так я совсем не готов тогда. Вот вопрос. Почему ты должен принять? Потому что уже рассуждали, видели. Но судя по времени, надо просто сориентироваться правильно. Псалом 103,14. Я несколько мест беру Библии, о зелени, о сеянии, и показать, как мы должны на это все смотреть. Такое диво, такое чудо. Зайди в свой огород. Я знаю, у нас есть такие по отдельности, отдельно живут. Все у них светет. Все они успевают сделать. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести земли пищу. Из земли пищу. Впереди пропустите слова. Из земли пища. Там ничего, кроме грязи, нет. Бог все по-иному делает. А что говорит? Готовлю операцию, говорит, признали делать на глаза. Получили благодарение. Там уж такая дезинфекция идет. Там вращи, чтобы не дышать, не видеть. А у Господней так, глаза слепые, плюнул на землю грязью, замазал ему глаза, говорит, иди, помойся. Купальню в стилах. Пошел умылся и видит. У Бога все по-другому. И потому что земля, она целительная. Я вспоминаю, бабушка у нас тяпала по ноге. Бабушка, не надо, не надо. Она плюнула на землю, растерла его и дальше продолжает. То ли народ был такой, то ли это на самом деле земля питает. И в земле не зараза. Хотя и это есть. Вот сейчас, допустим, муж ревнует в жене. Что сделать? На какие доказательства? Она отпирается, ничего не сделаешь. А там было, вот мы считаем, пятая глава чисел. Приведи ее к священнику. И священник ей говорит, сейчас тебе дадут выпить. Если чрево твое вспухнет, виновна. А виновна? Повинна смерти. Очень серьезно было. А что там будет? А теперь не надо. Священник берет, куда люди проходят. Ей было 3-5 миллионов. Трижды в год должны были являться. И вот где они проходят в храме, с пола взять грязи этой, разболтать и дать ей выпить. До удивления, чтобы она еще не заразилась. Как она? Может. А нет, все прошло, ничего нет. И муж понимает, что она не виновна. Вот ревност нападает. А жена ревнует. Такого нет, она не может ревновать. Она ей отказана. Ей нету. Почему? Потому что разрешалось иметь и дальше показываться. Мы видим, у Якова было две жены, две, их, то, как назвать, помощницы или кто. У нас этого нету. Более строго. Матфея 13, 24, 30. Матфея 13 глава, 24, 30 стих. Другую притчу предложил он им говоря. Царство небесно подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле свое, когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелой и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие рабы дома владыки сказали ему, господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твое, откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человек сделал это. Рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но он сказал им, но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их связки, чтобы сжечь их. А пшеницу берите в житницу мою. Это означает о том, что возникает недоброе что-то. Ну, мы поговорим, то, что известно о католической церкви, преследовании еретиков. А дальше уже началось все больше. И это, как сегодня статистика показывает, было сожжено 12 миллионов человек. Вещь невероятная. А почему? Потому что увидели, что он говорит не так. Кто-то увидел, что на счете не на метле из трубы вылезло. Тут всякое можно говорить. А как проверять? Проверка одна. Бассейн, ее бросали. Если она вылезла, значит виновна. Если утонула, помянем ее. Богу слава. Это вообще считаешь, А у русских это не было. Было. Стрегольников там преследовали, сжигали. Ну, не в таком количестве. Но все равно. А что оставьте расти? Господь терпит, ты потерпи. А как? Попытка есть. Мы ему сказали. Бывает, можно материал какой-то дать. Тем более, сегодня хорошие книги такие выходят. Можно найти проповеди. Священники проповедуют. Как-то человек, может быть, задумается. А если нет? Это уже он определил свою участь. Поэтому нас Господь сравнивает с растениями. Какие мы? Сорняки. Или божественные. Вот у нас был человек один, уехал здесь. Я говорю, а что ты взял здесь? Самое хорошее потеряйки. Он говорит, тут хоронят дешево. Хоронят дешево. Но в самом деле, дешевые похороны. А в городе-то там разорение. Здесь ничего нет. Яму выкопают. Что-то... Но остальное все как есть. И больше ничего, больше ничего. Говорят, не знаю. Я нахожусь здесь много доброго. То, что мы здесь отдельно. Создать отдельную общину. Быть верующими. Пока нигде не удалось никому. Нету. А у нас, по милости Божией, вот свой священник и митрополит, хотя мы официально еще не относимся и думаем, не будем относиться к патриархии. И он это знает, и благословляет. И батюшка едет, куда он дает ему документ, что он не на отлучение, и везде он может причащаться. И вот наше такое необычное состояние. Мы благодарим Богу. Марк. 14, 28. Или 4, 28. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Видите, так и мы не знаем, как вера возрастает. Вот маленький ребенок не знает. Я бы хотел, чтобы ребенок мой был верующим. И человек один говорит, а ты сам-то не верующий, а детей посылаешь там, где изучает закон Божий. А по-другому нельзя. Я говорю, сейчас они уже подрастают, я на ночь запираюсь от них. Будут не верующие, они меня убьют. Отец. Пускай верующие будут, а верующие они меня не тронут. Даже с такой корыстной целью, и то думаешь, а себе не беспокоился, а дети-то подрастают. В Потеряевке, я считаю, самое лучшее место для воспитания детей. Они на природе, чем-то занимаются, там коров идут пасти, я вырос на полях, это знаю. Поэтому, если кто-то желает, чтобы у него дети были верующие, я в школу не буду пускать. Добро. Но он рано или поздно выйдет в этот мир. И он один, ты многого не знаешь, что есть. А здесь каждый смотрит, ребенок куда-то скажет, родителям или что-то. Итак, ту зелень, которую Господь дал произрастить, отдали, сказал и в пищу, принимайте как зелень после потопа. Это относится и к нам. У нас не запрещена пища растительная, даже в пост. Мы прославляем Бога за милость и долготерпение. Сколько мы всего здесь имеем. И когда смотрите, что где-то растет, остановись, прославь Бога. Какая красота. Сколько соков разных. Вот рядом перец растет. И тут же дыня, и тут же помидор, и тут же арбуз. А в семени, там если дать человеку в темноте размолоть, никакого вкуса нет. Это великое чудо. И человек по вкусу принимает, и желудок это принимает. Это не химия какая-то. Я говорю о зелени, которая окружает нас, чтобы взгляд на нее нас наставлял на то, что это зеленеет моя душа для Бога. Такой-то она да будет всегда. Ему Богу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и Христу, и во веки веков. Аминь.